всем привет спасибо что вы заглянули на мой канал и сегодняшнее видео я хочу посвятить такому небольшому и очень простенькому мастер-классу по раскрашиванию золота я в прошлом месяце раскрашивала вот эту иллюстрацию и спросила у вас стоит ли делать мастер-класс по раскрашиванию вот такого вот яркого золота как на подсвечниках и я получила множество утвердительных ответов и поэтому сегодня мы с вами будем раскрашивать вот такое вот золото я подготовила для вас те карандашики которые я использовала в раскрашивании этих подсвечников ознакомлю вас сейчас с цветами они на самом-то деле довольно стандартные я взяла призмы и вы сможете подобрать их или из ассортимента призм или же из ассортимента любого другого набора цветных карандашей много но и был использован цвет черный для самых ярких бликов также был использован цвет 947 темная умбра это такой очень очень темно-коричневый далее был использован цвет сиена браун это 945 в принципе классический цвет тоже он должен быть во множестве наборов далее я использовала цвет golden rot это такая наверное смесь горячего желтого с оранжевым и далее самый светлый цвет для бликов этот цвет крем также если будет необходимость вы можете использовать дополнительно еще белый карандаш для самых ярких бликов я сейчас поднесу вот этот вот пробничок ближе к камере вы сможете ознакомиться с цветами ну они довольно стандартный и вот именно эти карандашики нам пригодятся в раскрашивании теплого золота для нашего сегодняшнего примера я выбрала книгу минуэт также от канока и гуза и выбрала здесь вот такую иллюстрацию на которой есть множество золотых предметов один из них это колокольчик я уже раскрасила также здесь есть еще один такой же и мы с вами сейчас раскрасим его вместе им раскрашивание нашего золотого колокольчика с темно-коричневого оттенка его я использую для области теней и именно он позволяет нам сделать золото контрастным таким как оно должно быть конечно же то золото которое сегодня я вам показываю она не слишком реалистично и да в принципе я к этому и не стремилась просто она такое ярко красивое и мне сама очень понравилось то сочетание и вот собственно я решила с вами тоже поделиться и так после того как мы закончили намечать наши теневые области я берусь за карандашик сиена браун это призма color 945 и уже делаю растяжку от темно-коричневого к вот этому вот сиена браун он достаточно стандартный и есть он я уверена во многих наборах тому вы сможете даже если у вас предмет подобрать эти сочетания из других наборов карандашей и также собственно прорабатываю делает такое градиенте после этого я перехожу к цвету golden road вот этот цвет он очень полезен и не только в создании золота но и в создании многих других текстур и делаю опять-таки ту же самую растяжку как вы можете обратить внимание я работаю от темного к светлому насколько я знаю правильным является создание градиента именно от светлого к темному но мне почему-то так некомфортно и тогда мои переходы получаются не настолько плавными и поэтому практически в 99 процентах случаев я работаю именно от темного к светлому после того как мы закончили работать цветом golden road я прихожу к цвету крем это наш самый светлый цвет для бликов и заполняю уже все наши участки которые освещены также я говорила что вы можете использовать белый карандаш например если бы у нас был колокольчик немного больше по размеру мы могли бы еще использовать белый чтобы где-то еще чуть больше высветлить нашу область блика конечно же золото вот золото то которая реалистичная она должна иметь массу рефлексов от окружающих предметов и возможно когда эту иллюстрацию закончу я их тоже добавлю вот но однако здесь я опять-таки реалистичность не преследовала здесь я просто хотела поделиться с вами вот таким красивым цветовым сочетанием далее как вы видите я не особо комментирую то что происходит на экране потому что я просто прохожу всеми теми же цветами в той же самой последовательности просто углубляет цвета и дальше самом конце я уже просто прохожусь на блендером для того чтобы сгладить текстуру бумаги убрать вот белые точки мне так в принципе комфортнее как-то так более аккуратно выглядит раскрашенный элемент ну собственно вот такой вот результат у нас получился нижний колокольчик который справа был раскрашен но немного раньше а левый который сверху мы с вами раскрасили только что на самом деле существует множество вариаций раскрашивания золота и у меня тоже много таких сочетаний которые подходят в той или иной ситуации но вот такое мне показалось наверное наиболее эффектным ярким и способным украсить любую иллюстрацию где есть золотые элементы спасибо вам что вы посмотрели этот очень коротенький мини мастер-класс обязательно пишите ваши комментарии будет ли это вам полезно потому что очень многое получала запросов поэтому я все же надеюсь что вам будет полезно это видео и вы обязательно примените такое классное сочетание в своих работах хорошего дня вам хорошего настроения не забывайте подписываться на мой канал и всем пока